Сегодня у нас 614 выпуск открытой политики и мы говорим о тех событиях и явлениях, которые происходили за прошедшую неделю. Начнем, как обычно, с какой-то статистики, которая становится все меньше и меньше, но кое-что все-таки прорывается в открытое пространство. И согласно недавнему пресс-релизу прокуратуры, Башкортостан безусловный лидер по части нарушений и преступлений, связанных с реализацией национальных проектов по Российской Федерации. За время правления ради Хабирова выявлено более тысячи нарушений, злоупотреблений и преступлений в обращении с федеральными деньгами, которые были выделены на национальные проекты. Возбуждено 13 уголовных дел. К административной ответственности привлечены 379 соратников Хабирова, злоупотреблявших федеральными деньгами. Ряд заметных чиновников прямо сейчас находятся под следствием или уже осуждены. Мы помним, это десятки всевозможных мэров, чиновников, министров, замминистров, вице-премьеров, которые или сидят, или уже отсидели, или скоро сядут. Всевозможные управления дорожного хозяйства и прочие-прочие организации, вовлеченные во все эти коррупционные схемы. Речь идет на самом деле о миллиардных суммах ущерба бюджету. И совершенно непонятно, почему федеральный центр до сих пор не делает системного вывода, предпочитая хватать мелкую сошку из числа команды Хабирова по углам, прижимать их и какое-то время мариновать в СИЗО. Вот это совершенно непонятно. Как известно, количество всегда переходит в качество. Вопрос времени, насколько я понимаю. Ну, будем ждать, когда же до федерального центра дойдет, что на самом деле это не просто многочисленные нарушения, а это система, которая сложилась в республике Башкортостан и в ее власти. После того, как наш канал «Открытая политика» в Телеграм запустил долгоиграющий опрос о том, как будут голосовать жители республики на выборах в сентябре, на выборах главы республики, только, наверное, ленивый редактор каукон большого или маленького башкирского СМИ не запустил подобный опрос. Абсолютно все эти опросы открыто и достоверно показали, что доверие Радио Хабирову окажет примерно 25% избирателей или меньше. Понимая, что подобные исследования выглядят не только убедительно, но еще и правдоподобно, хабировские неумехи-политтехнологи наконец-то с запозданием спохватились и решили ответить. Ну, получилось, прямо скажем, смешно. В башкирских СМИ с серьезным лицом сообщили, что какая-то дружественная социологическая служба опросила тысячу человек на выходе из башкирского Белого дома и сообщила, что 78% из них, конечно же, проголосуют за дорогого Радио Фаритовича. Ну, согласитесь, это даже не смешно. А вот если серьезно, подобные публикации давно стали негласной инструкцией для глав районов, и теперь они примерно представляют себе, что им нужно делать на ближайших выборах. То есть им теперь предстоит с треском натягивать худую сову на очень толстый глобус. Главам районов придется утроить количество голосов, которые фактически будут собраны за Радио Хабирова. Перед главными администраторами районов и городов республики поставлена задача дать примерно 78%. Вот как прозвучало в этом сообщении. Ну и даже страшно думать о том, как, например, эти 78% будут обеспечивать в Заурале, в котором реальная поддержка Радио Хабирова колеблется где-то от 5 до 7%. Вот там, конечно, главам придется вообще не сладко. Им придется перекладывать все стопочки в одну. Тут, конечно, все немножко компенсируется тем, что на ближайших выборах не будет практически никакого наблюдения, по крайней мере, объективного. Соответственно, перекладывай не хочу. Но все равно выглядит это, конечно, очень постыдно. Если в Рахимовские и Хамитовские времена фальсифицировалось там от 10 до 15% голосов, то теперь вот этим вот несчастным главам районов придется перекладывать аж примерно плюс 50 голосов в пользу дорогого Радио Фаритовича. Дорогие подписчики и зрители, если вы хотите помочь нашему каналу материально, то сделать это очень просто. Сейчас на экране вы видите карту Сбербанка, через которую можно перечислить нам любую посильную для вас сумму. Заранее мы вам благодарны. Ваше пожертвование – залог нашей независимости и непредвзятости. Помните об этом, пожалуйста. Ярким примером того, насколько Хабиров не понимает реальных потребностей жителей республики Башкортостан, стала новость о том, что на прошлой неделе Хабиров внезапно откуда-то нашел 1 миллиард и 200 миллионов рублей, выделил эти деньги для хоккейного клуба «Салават Юлаев», тем самым спас пару десятков долларовых миллионеров с клюшками. Вот скажите мне, Хабиров правда верит в то, что после этого нищие сограждане и жители Башкортостана в восторге кинутся голосовать за спасителя башкирского хоккея? Он правда верит, что «Салават Юлаев» – это что-то такое очень-очень важное для всех жителей Башкирии, что они оценят его вот этот широкий жест, этот миллиард 200 миллионов, который он кинул вот этим вот румяным ребятам, каждый из которых обладает автомобилем стоимостью не менее 20 миллионов рублей. Вот это действительно Хабирову кажется большим достижением. В деле Башспирта наметился необычайный прорыв. Внезапно, и отдельно отмечу раньше срока, из СИЗО был выпущен Артур Хазигалеев, который в числе прочих обвиняется в злоупотреблениях и нанесении ущерба государственному алкоконцерну. Хазигалеев помещен под домашний арест, как и экс-директор Башспирта Рауф-Нагуманов. Причина этого необычайного послабления в отношении Артура Хазигалеева пока непонятна. Можно предположить, что заключена какая-то сделка со следствием. Мы не знаем, какая, в чью пользу и так далее. Но также мы не знаем и не понимаем вот этого принципиального безразличия следствия к еще двум ключевым фигурам событий с Башспиртом тех времен. Я имею в виду Стрижнева и Сидякина. Вот они-то точно очень многое могли бы поведать следствию о том, что происходило в государственном алкоконцерне во времена их правления. Согласитесь, господин Сидякин, который был председателем Совета директоров Башспирта, не мог быть не в курсе того, что там происходит. В конце концов, Совет директоров утверждал и утверждает ключевые и большие сделки, которые совершает эта компания. Соответственно, мимо него вот эти вот контракты, в которых обвиняются сейчас Нагуманов и Хазигалеев, конечно, мимо Сидякина пройти не могли. Почему Сидякин не является участником этого процесса, категорически непонятно. Затруднение или полное отсутствие доступа к YouTube со стационарных компьютеров, как минимум, подтолкнуло нас активнее осваивать альтернативные площадки. Уже сейчас вы сможете смотреть видео открытой политики без захода на YouTube, например, подписавшись на группу ВКонтакте «Открытая политика» или в телеграм-канале «Открытая политика». Мы также публикуем видео, которое вы можете смотреть, не заходя на YouTube. Для нас по-прежнему важны все наши обратные связи с нашими подписчиками и зрителями. Это комментарии, это лайки, это какие-то письма на почту. Пожалуйста, обращайтесь, пишите, давайте взаимодействовать, давайте понимать, как нам сделать наш канал лучше. И, конечно же, подписывайтесь, подписывайте своих друзей, подпишитесь на все каналы «Открытая политика», тогда вы точно не пропустите наши новые видео. Что-то странное происходит в Башкирии с муниципальными праздниками. Почти синхронно отменены Дни городов в Нефтекамске, Кумертаусе или Тамаке. В Уфе, без всякой причины и объяснения, отменен широко разрекламированный фестиваль «Айда и Грати 2.0», который должен был пройти буквально скоро. Единственный муниципальный праздник из намеченных на данный момент, который еще не отменен окончательно, это юбилей города Уфы. Правда, теперь он уже фигурирует в планах как довольно-таки усеченный. И акцент и все внимание будет сконцентрировано на праздничном концерте, который пройдет в Уфо-арене, и на который будет истрачено 108 миллионов рублей, и на открытие Дворца борьбы. Команда Хабирова, безусловно, не справилась с задачей превратить юбилей Уфы в триумф первого срока Хабирова. Был такой план, вот именно этот юбилей сделать его некой предвыборной такой агиткой, чтобы вот посмотреть и подвести все итоги. Посмотрите, мы улицу Октябрьской революции открыли, мы там то сделали, мы все сделали. Ничего на самом деле не сделали. Юбилейные объекты не готовы. Федеральных денег на юбилей получить не удалось. Федералы денег не дали. То есть не убедили их в том, что реально эти деньги не украдут, а отправят на какие-нибудь благие дела. Ну, так же, как и не удалось заманить на этот юбилей хоть сколько-нибудь значимую федеральную фигуру. Соответственно, этот юбилей превратился в какую-то сельскую дискотеку. Отдельная вишенка на торте. Выясняется, что оказывается, даже вот эта абхазская колоннада не готова до конца на набережной реке Уфы. Ну, что было проще вот эти колонны, как говорится, побелить и поставить. А ведь совсем недавно еще Хабиров довольно уверенно ожидал Владимира Путина на этом юбилее, что Путин приедет, обнимет, придаст некой электоральной значимости Хабирову. Ну, и тогда народ побежит голосовать за Хабирова 6 сентября. В общем, праздничек получается так себе. Кстати, о дворце борьбы. Главной гордости ради Хабирова к юбилею города. На неделе на фасад этого дворца взгромоздили скульптуру. Двое почти голых мужчин борются между собой. Вот такая скульптура. И вы будете смеяться, но автором этой чудесной скульптуры, этой композиции, стал снова Салават Щербаков. Помните, как Хабиров рассказывал о своем участии в создании монумента генерала Шимуратова? Ради Фаритович даже договорился до того, что считает себя соавтором скульптора Щербакова, получившего свыше одного миллиарда рублей из наших с вами карманов, из бюджета за эту скульптуру генерала Шимуратова. Похоже, что соавторство скульпторов Щербакова и Хабирова продолжается. Правда, за полуголых борющихся между собой мужиков Щербакова в этот раз отвалили не миллиард, а всего лишь 300 миллионов рублей. Но, согласитесь, тоже немало. Мужиков-то всего двое. Они сильно поменьше, чем генерал Шимуратов. Скульптуру за 300 миллионов спешно водрузили на фасад этого дворца. Она теперь стоит, можете увидеть. А вот напротив дворца, прямо через дорогу, срочно задрапировали баннерами недостроенную школу, которая много-много лет стоит каркасом и пугает окружающих. На школу, как говорится, денег не нашлось. А вот на 300 миллионов, на вот эту скульптуру полуголых дяденек, пожалуйста, Ради Фаритович быстро нашел. И всякий раз, когда вы услышите впоследствии, что у власти Республики Башкортостан не хватает денег на инвалидов, сирот, многодетных, семей и прочие-прочие социальные вещи, вспоминайте, пожалуйста, предвыборный концерт Хабирова за 108 миллионов рублей или хотя бы посмотрите скульптуру голеньких борцов за 300 миллионов рублей. Возможно, вам будет понятно, куда делись те деньги, которых не хватает на лекарства, на инвалидов, на детей-сирот и на прочее-прочее. А теперь немножко смешного, но, как всегда, с примесью трагического. На прошлой неделе Урал Кельсенбаев, это такой деятель башкирской администрации, который был изгнан из администрации Хабирова за провал внутренней политики и пристроен теперь на работу в правительство. Так вот, этот Урал Кельсенбаев обратился к жителям Уфы с просьбой проверить правильность написания башкирских названий на остановках общественного транспорта. Дело в том, что к юбилею города решили подновить остановочные павильоны и, значит, обделать их такими нарядными серыми панельками, написать на них на двух языках название остановки, на русском и на башкирском. Ну, с русским более-менее получилось, а вот с башкирским не очень. Например, остановка Новомостовая по-башкирски вышла как улица Нового моста, если буквально переводить то, что там написано. Ну, еще с десяток подобных ляпов. Ну, вы скажете, это же просто смешно. Согласен, немножко это смешно. Но, однако, это является еще и признаком коррупционного преступления, вся эта история, и сейчас я вам объясню почему. Давайте смотреть абстрактно. Какая-то государственная организация, структура, объявляет конкурс на проведение вот этих работ, на обустройство этих остановочных павильонов и изготовление этих надписей на двух языках. Эта контора пишет техзадания конкурсу и проводит конкурс. Какая-то прекрасная улыбчивая компания выигрывает этот конкурс и исполняет работы. И потом какой-то конкретный чиновник едет на место, все принимает, все эти работы, оценивает правильность исполнения, подписывает акты исполнения работ и проводится оплата этой компанией. Вот примерно так это должно было выглядеть в реальности. Но, на самом деле, скорее всего, было немножко не так. И вот теперь вопрос. Были ли в тех заданиях тексты, буквально приведенные тексты, вывесок на башкирском языке? Почему заказчик не проверил правильность написания? Почему ему понравилось все, что там сделано? Ровно так же, как ему понравилось, видимо, ездить на новом автомобиле, отдыхать в Турции, и новые сережки жены ему тоже нравятся, которые вот по странному стечению обстоятельств появились одновременно с этим контрактом. Почему этому чиновнику, который подписывал акты, все было нормально? За чей счет теперь будут переделывать эти вывески? Ведь акты выполненных работ подписаны, деньги оплачены, то есть, вообще-то формально у заказчика претензий нет. И исполнитель ничего не должен переделывать. Все подписано, все принято. Ну и главный вопрос. Ну, он такой эмпирический, правда. Каким был откат с этого контракта? 50 или 30 процентов? Вот это мне интересно. Возвращаясь к призыву Урала Кельсинбаева гражданам города проверить работу чиновников. На мой взгляд, это такая гребучая смесь глупости и наглости, главных критериев, по которым принимают команду Х. Кельсинбаева подобные за наши с вами деньги отчудили вот эти вот надписи на остановках. И теперь они признаются, что читать, писать-то они не обучены и просят нас проверить правописание и их ошибки. Ну, в принципе, конечно, нам только дай волю. Мы проверим. Проверим всех Уралов Кельсинбаевых и ежесним вдоль и поперек проверим. Я верю, что рано или поздно время до таких проверок точно придет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова